Если вам нравится то, что мы делаем, если вы поддерживаете наш канал, то мы просим вас помогать нашему каналу. Помогать ему можно самым разным способом. Можно просто поставить лайк. Можно написать комментарий. Можно перепостить наше видео где-нибудь в соцсетях, в своих аккаунтах, если вы смелый человек. А можно помогать нашему каналу материально. К сожалению, сейчас это можно сделать только одним единственным способом. Мы публикуем в каждом нашем выпуске расчетный счет. Этот же расчетный счет есть в описании под каждым видео. И мы безумно благодарны каждому за каждый рубль, который вы перечисляете на этот расчетный счет. На минувшей неделе удивительно о многом помалкивало БСТ. И мы вам сегодня постараемся об этом рассказать. Начнем с того, что затратами на строительство монумента Менигалиши и Муратову на Советской площади в городе Уфе заинтересовались федеральные силовики. И они проверят, насколько эффективно, правильно и рационально был истрачен миллиард бюджетных рублей на вот это вот детище ради Хабирова. Вообще вот это противостояние памятников в Уфе вылилось во что-то уже совсем комическое. Я имею в виду противостояние между уже устоявшимся и традиционным монументом Салавату Юлаеву и вот этим новоявленным монументальным комплексом, посвященным кавалерийской дивизии имени Менигалиши и Муратову. В общем, подождем результатов этой проверки и поймем, куда же утекли вот эти безумные деньги, которые Хабиров щедрой рукой отмерил на увековечивание памяти Менигалиши и Муратову. Не упоминает БСТ в своих программах и о том, что по итогам 2022 года Республика Башкортостан остается на шестом месте в Российской Федерации по количеству ДТП, травм и смертей на дорогах региона. Хабирову так и не удалось выполнить прямое поручение Владимира Путина снизить катастрофически высокий уровень травматизма и смертности на автодорогах Республики Башкортостан. Мы набираем вот эти ужасные 400 плюс смертей на дорогах. Кроме всего прочего, в последнее время становится понятно, что управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан, это структура Минтранса, попадает в сферу особого внимания силовых структур, которые будут сейчас выяснять, как же там была налажена диагностика и обеспечение безопасности движения. Огромные суммы денег прошмыгнули через эту структуру Минтранса. Куда они делись, насколько эффективно были потрачены, каким порядком проводилась диагностика дорог. Вот это все будет сейчас выясняться в том числе и прокуратурой. В общем, конечно, сгущаются тучи над этой структурой, но и это закономерно, согласитесь. Если регион регулярно находится в таком вот антирекордном списке по смертности и травматизму, с этим что-то нужно делать. Как стало уже совершенно понятно, никакие камеры не помогают дисциплинировать водителей. Количество пьяных за рулем зашкаливает и, соответственно, количество ДТП и смертей увеличивается. В общем, политика Хабирова в этом направлении абсолютно провалилась и, наверное, что-то кардинально должно измениться. Стыдливо помалкивает БСТ и о том, что, судя по всему, Елена Прочаковская окончательно утвердила имидж Хабирова как губернатора, не желающего и не умеющего взаимодействовать со своим населением. ЦУР Республики Башкортостан, вот этот центр управления регионом, занял позорное третье место в федеральном рейтинге по неумению общаться с населением, по качеству и эффективности обратной связи. Там были определенные замеры. Время, которое выходило у этих неумех на ответы на вопросы, на реагирование и так далее, и так далее, все это было замерено. И вот Башкирия заняла третье место по продолжительности взаимодействия и ответов на запросы и вопросы населения. Я не знаю, сколько времени еще Хабирова потребуется на то, чтобы окончательно осознать, что он немножко не ту команду подобрал себе в эту сферу, но тут, как говорится, умные учатся на чужих ошибках, а идиоты только на своих. Город Сибай отметился на этой неделе аж дважды в этих странных новостях, о которых молчит БСТ. Ну, во-первых, пропала в Сибае пиксельная елка. Пропала вообще, от слова совсем, ее теперь нет на главной площади города, но вопрос жителей, куда же она делась, местная администрация внятно ничего ответить не смогла. Есть, конечно, фантастические предположения, что ее куда-то там налево продали или поставили во дворе у действующего главы Сибая. Я в это, конечно, категорически не верю. Судя по всему, эта китайская поделка просто-напросто развалилась, как и остальные пиксельные елки, которые были куплены вот этими членами команды Хэ. Собственно, срок годности у них оказался два с небольшим года. Мы уже видели в Кумертау попытку поставить эту елку. Она вся перекосилась, все эти ленты разошлись, и ничего не мигает. В общем, те самые знаменитые 115 или 155 миллионов рублей, понятное дело, были пущены по ветру. Цена этим штукам была миллион-полтора, остальное ушло по карманам чиновников. А еще в Сибае выявили крупное мошенничество с туристическим кэшбэком. Вот это детище Рустема Авзалова, экс-мэра Сибая, породило подобное преступление. Сейчас правоохранители разбираются с этим делом, но там достаточно крупную сумму денег ловкие дельцы из Сибая отвязали из этого туристического кэшбэка. Вопрос сразу же к нашему министерству туризма и прочему вот этому благо, потому что, если вы так устроили систему, что можно там легко и непринужденно умукнуть несколько миллионов подделов документы, то чем же вы думали? Транспортная реформа, переименованная в народе в Техас Хабирова, например, в Стерлитамаке, вылилась исключительно в подъем стоимости проезда. С ближайших дней в Стерлитамаке цена на проезд по карте ОЛГА в общественном транспорте составит уже 20%. 28 рублей, а прочие способы оплаты обойдутся вам в 33 рубля за одну поездку в общественном транспорте этого города. Собственно, подъем цены и сокращение маршрутных сеток это единственное, чего добился Хабиров, проводя свою вот эту как бы реформу. А еще БСТ почему-то нам не рассказала о том, что Ратмир Мавлиев занял всего лишь 16 место в федеральном рейтинге мэров городов. Впрочем, как я полагаю, в неофициальном рейтинге пиара мэров городов России Мавлиев точно вошел бы в тройку лидеров, потому что огромные деньги и усилия его команды в основном тратятся на то, чтобы превозносить этого юношу, который такой замечательный, прекрасный, который, судя по всему, сразу родился прикольным. Ну и, конечно же, БСТ не расскажет нам о том, что беженцам из Херсона в республике Башкортостан обеспечено выплата на жилье. В связи с этим дольщиков ЖК Дуслык, как говорится, просили не беспокоиться. Понимая, что в последнее время в медиапространстве Хабиров выглядит более чем бледно, он решил разразиться так называемым большим интервью. Роняя слюну с вытянутых языков, придворные журналисты с придыханием задали Радио Фаритовичу заранее отрепетированные вопросы. Примечательно, что в этом действии не участвовала Елена Прочаковская. Судя по всему, что-то там где-то в подкорке у Радио Фаритовича созревает на тему удалить ее подальше от себя в прямых эфирах, иначе это становится уже совсем смешно. Если коротко, то в этом большом интервью Хабиров нам поведал следующее. Во-первых, никуда из республики Башкортостан уходить он теперь уже не собирается и будет цепляться за власть ровно до тех пор, пока из Кремля ему не дадут какую-нибудь команду или не скажут, что хватит. Никуда я не собираюсь. Вновь повторюсь, я нахожусь на государственной службе. Я избран людьми. Но, тем не менее, если мне руководство скажет, вот, Радио Фаритович, работайте там, я пойду работать, соберу шинель, и пойду без разговоров работать туда, где я на службе. Наше с вами мнение, на самом деле, здесь не имеет практически никакого значения. Хабиров будет держаться до последнего. Радио Фаритович сообщил нам, что персональные санкции, которые наложены на него несколькими странами мира, в том числе и Соединенными Штатами Америки, никак его не зацепили, не задели, никак не впечатлили. Соединенные Штаты он не собирается, счетов он там не имеет. Ну, мы как-то тоже говорили, это Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки. Ну, в планах у меня особо и не было туда. Контактов для деловых, чтобы там, для республики это полезно, тоже не было. Вот это первое. Второе, ведь санкции бьют по тем, у кого есть активы, у кого есть счета, у кого есть там, недвижимость и так далее. Ничего подобного, разумеется, у меня нет, и поэтому я на эти санкции смотрю с иронией и с недоумением. Вот. К сожалению, Хабиров никак не прокомментировал свое отношение к Австрийской республике и к Королевству Великобритании в том смысле, что именно в этих странах проживают его дочери. И как-то мы не знаем, вот как он относится к тому, что, значит, на него наложены санкции, например, в Великобритании. То есть, печалит его то, что он не может поехать в гости к своим дочерям и внукам, или не очень, мы не знаем. Про США Ради Фаридович поговорил подробно. Философствуя на отвлеченные темы, в своем интервью Хабиров заявил, что, в принципе, люди имеют право на свое мнение, но оно должно совпадать с мнением начальства. А тут ты не согласен или согласен, ну, значит, мы где-то, наверное, недоработали, может быть, даже мы старшие, недовоспитали где-то и так далее. Недовоспитали. Понимаете, да? Вот сразу у меня вопрос. Ради Фаридович, а вы кто такой, чтобы вот всех нас 4 миллиона человек воспитывать? Вот кто вы? Вот на каких основаниях вы считаете, что вы вправе и можете воспитать 4 миллиона человек так, чтобы их мнение совокупно совпало с вашим? В общем, ну, чудовищное по наивности и наглости заявление, вот это вот, я так понимаю, что Хабиров, он просто не понимает, что говорит зачастую. Он, да, он вообще искренний человек, он правда говорит от сердца, от себя, он действительно так думает, но вдумайтесь в то, что он думает. Он полагает, что он всех нас должен воспитать. Это, конечно, возмутительно. Конечно же, Хабиров говорил про специальную военную операцию. Мне этих ребятишек, которые где-то сбежали и где-то мыкаются в Казахстане еще где-то, мы их жалко просто. Вот. На фоне вот того такого внутреннего величия вот этих мальчишек, которые, значит, защищают нашу страну, это просто их жалко. Поэтому, но самое главное, вот охота на ведьм, вот это все, разделение, значит, ты за, ты против, это неправильно. Это Хабиров говорил о тех, кто уехал, спасаясь от мобилизации, в том числе в Казахстан. Ну, хочется задать встречный вопрос. Радий Фаредович, а мальчишки, ребятишки в гробах это правильно? Ну, их не жалко. В общем, тут вот этот пафос, с которым Хабиров говорил про специальную военную операцию, безусловно, зашкаливал. Мы много говорили о том, что так как у Хабирова нет практически никаких явных успехов, он нажимает сейчас на патриотизм и вот этот милитаризм. То есть, это единственный ориентир у него в медийном пространстве, который вот, ну, ему хоть сколько-нибудь виден. Говоря о ситуации в Уфе и о ситуации с мэром Мавлиевым, Хабиров сказал неожиданные вещи. Во-первых, он сказал, что дословно один в поле не воин. Видимо, понимая, что та группировка, которая сформировалась в администрации Уфы, вот эта самая команда КВН из Нефтекамска, это вовсе не команда администрации миллионного города. Хабиров это видит, уже видит, слава богу, и понимает, что Мавлиев, конечно, в одиночку не справится. Итоги работы Мавлиева Хабиров намерен подвести весной. Он прям так сказал. Но у меня есть только одно опасение, как бы не было поздно, потому что вот этот вот любитель самокатов и всевозможных электрических средств передвижения, который в данный момент увлекается строительством снегоплавильного завода и прочей бильбердой, но он к весне может наш город совсем уже погубить. Одно для меня стало понятно, что Хабиров похоже, что понял, какая подстава с ним случилась и как его подставил Сидякин, протащив все-таки этого Мавлиева в кресло мэра Уфы. Ну, как говорится, весной увидим, если будем живы. Много говорил в интервью Ради Фаритович и о самом себе дорогом. Во-первых, он заявил, что он каждый божий день учится быть мудрее и внимательнее. Это, конечно, хорошо, замечательно, человек должен совершенствоваться, но вот мне только одно смущает, что все это совершенствование, самообучение, самоулучшение происходит зачастую за счет нас, потому что на нас ставит эксперименты Ради Фаритович, вот это вот свою мудрость оттачивает, доброту и прочее, а получается у него не очень, прямо скажем. Также Хабиров заявил, что у него стало меньше разногласий с людьми. И он, цитирую, увидел красоту народа. Ну, блин, вот тут точно проявляется слог Шома Валеева, только он мог такое понаписать Хабирову в тексте, ну, в общем, ужас, ужас, вот эту красоту народа особенно. Главным достижением своим в уходящем году Хабиров объявил загадочное объединение народа. Он считает, что народ странным образом объединился, судя по всему, вокруг него самого. При этом опросы показывают, что 70% жителей Республики Башкортостан хотели бы так или иначе покинуть территорию региона, причем 25% из них заявили, что они готовы уехать в иной регион, а 40% и вовсе готовы сменить страну проживания. Вот такое примерно единение случилось вокруг Радия Фаридовича, но ему, как говорится, верится в лучшее. Прозвучали в большом интервью и обещания, ну, как без обещаний. Тщательно имитируя голос Рустема Закиевича Хамитова, Хабиров заявил следующее, пока я глава, шаханам ничего не угрожает. В моменте, когда я глава республики, значит, шаханам ничего не угрожает. Вам ничего это не напоминает, ну, честное слово, до слез вообще прямо. Ну, что говорить, каковы пиарщики, каковы копирайтеры, таковы и интервью. Были в интервью и назидания. Строго сообщил Радий Фаридович, что не Икеи едины, мы живы с вами сограждане. Много у нас других магазинов. Конец цитаты. Ну, собственно, тут мог бы добавить Радий Фаридович, что важнее, на самом деле, всего, даже не магазины, а борьба с нацизмом во всем мире. Разве не ею единый мы живем в данный момент? Ну, как-то почему-то у него не сложилось с этим. Разговаривал Радий Фаридович в своем интервью и о памятнике Салавату Юлаеву. Он строго заявил, что памятник Салавату Юлаеву не будет отремонтирован к юбилею Уфы, и вообще не надо ничего привязывать никаким юбилеем, сказал Радий Фаридович, и вообще мы только в марте следующего года получим проект, и вообще отстаньте, отстаньте, и лучше ходите к мини-галише Муратову, там и встретимся на Новый год. Не надо увязывать памятник с юбилеем. Зачем? И с праздниками его не надо увязывать. Он сам по себе, это наше величие, это наша гордость, это, ну, все, я не знаю, это правда все. Хабиров заявил о том, что в новогоднюю ночь он намерен все равно приехать на площадь Советскую и, опять же, зачем-то на Новый год поклониться мини-галише и Муратову. в общем, все это превращается в какую-то манию навязчивую идею, так что желающие увидеть воочию главу Республики Башкортостан могут подежурить на Советской площади в Новый год, наверняка он вам там встретится. Интересную вещь Хабиров рассказал и про Азата-солдата, не мог он умолчать про этого своего фаворита-добровольца. В частности, он сообщил, что его обязанности, обязанности вице-премьера Азата-солдата на время его участия в специальной военной операции переходит Азамату Абдрахманову, который благополучно вернулся из зоны специальной военной операции. Ну, в общем, только с ужасом можно предположить, во что теперь превратится внутренняя политика, которой так или иначе занимался Азат-солдат, теперь ей будет заниматься Азамат Абдрахманов. В общем, передохнуть нам не придется. В целом, конечно, вот это большое интервью выглядело жалкой попыткой исправить ситуацию, но, к сожалению, интеллектуальных ресурсов в Белом доме в Республике Башкортостан так мало и так недостаточно, что они не смогли осмыслить весь кризис имиджа Хабирова и, на мой взгляд, сделали еще хуже вот этим интервью. Было оно сумбурным, бестолковым, опять Хабиров наговорил много всяких глупостей, которые будут долго цитировать. В общем, это интервью никак не помогло ему исправить ситуацию. На минувшей неделе Верховный суд Республики Башкортостан отклонил апелляцию юристов Юрия Шевчука и оставил в силе решение суда оштрафовать великого русского башкирского рокера на 50 тысяч за отождествление Родины и жопы президента. Напрашивается вопрос, теперь у нас есть законное основание проводить вот эту ужасную параллель между Родиной и жопой президента или все еще нет? Но, честно говоря, мне в случае положительного ответа на этот вопрос мне лично очень обидно за Родину я бы не хотел этого тождества честно говоря судебная система конечно запуталась в логике но, видимо, там была какая-то команда и вот жопа президента пока по мнению Верховного суда это величина тождественная нашей Родине. Любопытное совпадение на этой неделе петербургский муниципальный депутат Никита Юферов обратился к генпрокурору Краснову с требованием проверить выступление Владимира Владимировича Путина на пресс-конференции 21 декабря В тексте этой пресс-конференции Владимир Владимирович назвал специальную военную операцию войной Мы помним что именно за то что специальную военную операцию называли войной уже наказаны несколько сотен россиян уголовным образом и несколько тысяч около пяти тысяч человек привлечены к административной ответственности А вот Владимир Владимирович 21 декабря на пресс-конференции назвал специальную военную операцию войной Я не знаю это смена вектора не знаю можно ли теперь остальным называть все это войной Пока мы остережемся подождем что ответит генеральный прокурор Краснов депутату Юферову и будем делать уже свои выводы Много в последнее время разговоров о проблеме с записью на прием к врачу Хабиров кричал топл ногами требовал действия от Минздрава Минздрав заявил о том что все исправлено и все работает и вот на минувшей неделе премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров судя по всему не поверил главе Минздрава республики Башкортостан о том что теперь с записью на прием к врачу все в порядке и прямо на совещании Андрей Геннадьевич взял телефон и набрал номер 122 и буквально в присутствии своих подчиненных попытался записаться на прием к хирургу Хирургу можете на завтра? Назаров Андрей Геннадьевич 28 апреля 1970 года Дальга РТФ А что почему с программой случилось? А когда вам лучше перезвонить? Андрей Геннадьевич вас не готов вложить Спасибо Андрей Геннадьевич был вежливо послан оператором ему было заявлено что именно в тот момент когда он позвонил вот внезапно зависла система и как говорится звоните потом дорогой Андрей Геннадьевич и до свидания в общем не получилось у Назарова записаться на прием к врачу теперь наверное всем уже очевидно что Айрат Рахматуллин не справляется со своими должностными обязанностями министра и несмотря на то что на груди его сияет орден Луки это никак не меняет ситуацию ну как говорится несите следующего этот сломался мы продолжили традицию опросов в телеграм-канале открытая политика кстати если кто-то из вас на него не подписан милости просим подписывайтесь там много интересного и вот на этой неделе мы опрашивали наших подписчиков с просьбой охарактеризовать то как по их мнению власти подготовились к Новому году ну как оформлены города как там сделаны вот эти все праздничные инсталляции в опросе поучаствовал почти 1100 человек и ответы распределились следующим образом 52% наших опрошенных охарактеризовали все что делается властями к Новому году как простите редкое дерьмище 45% опрошенных заявили что им вообще все равно что делают власти к Новому году у них свой праздник и они будут его праздновать так как сами сочтут нужным и только 3% из участвовавших в этом опросе заявили что власти все делают на отлично ну параллельный вывод я делаю о том что именно 3% из подписчиков нашего телеграм-канала это тролли Прочаковские кстати говоря это очень невысокий процент а собственно вот результаты этого опроса это на мой взгляд наиболее объективная иллюстрация отношения граждан республики Башкортостан вообще ко всему что делается властями на нашей территории ко всему что 4 года делает дорогой Радий Фаритович и вся его команда Х судя по всему и судя по вот этому опросу в частности Радий Фаритович недовоспитал очень многих работы у него впереди непочатый край вот довоспитает всех окончательно и будет всем счастье и никто не уйдет обиженным Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин